Здравствуйте! Ну вот еще один обитатель леса. Вот такого вижу вообще впервые. Смотрите, какой он красивый. Боже, чего только не создает природа. Вид, конечно, устрашающий. Спешит торопиться по своим делам. Я тут вам показывала синие этих желтых, ядовитых. А это, смотрите, какая с рожками. Как будто идет и следует свою дорогу. Что-то смотрит, ищет. Тут коснется, там остановится. О, какой интересный обитатель леса. Никогда такого не видела. Ну, очень красивый. О, пристроился. Хотел листик попробовать. У него там шипы на попе. Ой-ой-ой. Вот это да. Я просто вернулась в лес. Потому что решила подойти еще раз к тюльпанному дереву, которое я тут обнаружила. Так. Надо сначала с пути снять. Вот. Он сейчас бы одел на себя. Не знаю, видно вам или нет. О. По центру. Видите, маячит. Это паук. Иди-ка, милый, совьешь гнездо опять вечером. Будешь ловить здесь своих мух. Ну, вот. Значит так. Вернулась я к этому тюльпанному дереву. Смотрела информацию получше, больше. Да. Сто процентов. Это тюльпанное дерево. Вот оно. Ну, лет ему уже, я не знаю, достаточно. Самые старые представители были обнаружены, правда, где-то пятьсот лет. Одному из старейших деревов, которые смогли найти. Ну, и, конечно, родина. Это Северная Америка. Есть, оказывается, два вида тюльпанного дерева. Одно произрастает в Африке. У него там совсем другие потрясающие красные цветы. Просто сумасшедшие. Но и это дерево, оно считается одной из красивейших в мире. Потому что очень крупный цветок у него до 10 сантиметров. Когда цветет весной, то он пахнет свежими огурцами. Такой свежий, приятный запах дает. Я не нюхала, но это по описанию. Вот. А здесь это дерево, смотрите, довольно большое. Уже довольно большое. Была у меня мысль его выкопать и высадить на участке. А зачем? Это наш лес. И тут наша природа, и там наша природа. Поэтому, по сути дела, пусть она уже стоит, где она стоит. Ну вот, сейчас буду внимательнее смотреть. Может быть, еще у нас в лесу обнаружатся еще эти деревья. Вот. Оно не любит глинистых почв. А у нас там ближе к дому сосны. Там более такая рыжая земля. Хотя саженцы, которые я высадила, прекрасно пошли. Еще считается это дерево быстрорастущим. При нормальных условиях оно может добавлять до метров рост. И, конечно, ему надо очень большое, как бы сказать, место. Потому что очень широкая крона может быть у этого дерева. И высота от 50 до 100 метров. Но это уже такие взрослые большие деревья, когда идут. Ну вот здесь я вижу какие-то внутри, не знаю, что это за листочки такие. Может быть, это должен цветочек начать развиваться. Может быть, попозже можно будет посмотреть. Оно любит солнышко. А здесь, в общем-то, оно выросло в своей естественной среде. Смотрите, среди леса здесь, по сути дела, всегда полутенек. Ну, светло, но полутенек. Поэтому, может быть, оно как бы и попозже. Так, смотрю, здесь еще даны вот ответвления от главного ствола. Ну, не буду я выкапывать. Как говорят, старые деревья не выкапывают. Оно не старое, но оно и не совсем, так сказать, росточек молодой. Не хотелось бы его сгубить. Пусть оно тут уже на месте и остается. Соблазн, конечно, был большой. Но наши хотелки не всегда полезны. Можно много чего сгубить, зачем трогать. Вот. Надо будет походить, побродить по лесу и посмотреть. Может быть, я еще обнаружу. Раз оно есть одно, значит, где-то еще должно быть. Никогда не рассматривала. Оказывается, тюльпанное дерево, второй вид. Вот. Это идет из этих рода магнолиевых. И я напишу вам более подробное описание под видео в информации. Сейчас не буду коверкать и перевирать название. Не помню точно. Вот. Одно произрастает в Африке. И его вот так вот, абы где его не посадишь. Оно тропическое считается. У него потрясающе красные на интернете нашла цветы. Это что-то сумасшедшее. Вокруг сердцевины, как будто несколько бутонов в разные стороны насажены по периметру. А у этого бывает зеленовато-белые, более салатового цвета и желтоватого цвета цветы. Очень крупные. Каждая ветка дает типа по одному цветку. Очень интересно, вот что же все это. Вот все-таки это такое. Это продолжение веточки будет идти. Потому что, как написано, оно цветет в мае. А вот это другое тюльпанное дерево, вот здесь, которое в Северной Америке родина. Оно прекрасно здесь существует. У нас субтропики. Для него нормально, абсолютно. Конечно, оно более морозоустойчивое. Любит влагу, но нельзя его переливать, чтобы корни не загнили. Особенно первое время, когда оно прирастается. У меня очень быстро и великолепно в саду пошли саженцы. Я просто это дерево, когда пересматривала материал, снятый в лесу, вот по этой форме листа увидела, что я же такое посадила, и не одно. На участке я высадила, ну, больше пяти штук, это точно. И они довольно быстро пошли в рост и уже дали листья. Так что вот так надо побродить по лесу. Может, еще чего где и обнаружу. Ну, тюльпанное дерево считается одним из красивейших, в общем-то, из деревьев за счет своих цветов. Сегодня я без Никси, но с соседской собачкой, которая с нами постоянно проводит время. Если вдвоем взять, то их тут бы сдуло. Поэтому я уже и не взяла с собой. А этот товарищ, он поспокойнее. Ну вот. Я думала, это зависть цветочка. Почему вернулась, хотела посмотреть. Но, похоже, это что-то будет на продолжение листа. Сколько этому лет, я не знаю. Если при хороших условиях, а здесь, видимо, нормально, ему он придает приросте до одного метра, то, конечно, это, наверное, дерево молодое. Но здесь выкапывать сложно еще в том плане, что здесь у нас, куда ни ткнись, капни, везде камни. Как горная порода. Вот там у соседки напротив, где пасутся коровы, у нее домик стоит на возвышении. Если вот подняться, оттуда сразу видно обзор в ее сторону за домом горы. Мы рядом. И здесь страшно много камней в этом лесу. Поэтому, по сути дела, вообще, это очень тут проблемно их копать. Корни переплетены с этими камнями, валунами большими. С краю вот этого леса там вообще есть очень большие, которые даже, наверное, трактором надо вытягивать. Так его даже камень с места не вытянешь. А другой раз даже пытаешься его копнуть, а он уходит в землю. То есть вообще очень глубоко. Не так просто, не так легко. И вес, конечно, сумасшедший. Ну вот, то, что чуть-чуть я немножко рассказала. Еще раз пришла, его нашла. Ну и описание более подробное про него, конечно, я дам вам под видео. Так что спасибо за просмотр. Так хотелось добежать еще раз утвердиться, что... Да? Тюльпанное дерево. И еще что узнала. Оказывается, это дерево символ штата Теннесси. Вот так вот, здорово. Вот тут мне кто-то сел. Сдуло. Еще одного обитателя сдуло. Да, ну вот точно. Тюльпанное дерево. Теперь буду знать. Ну хорошо, отлично, супер. Ну и, конечно, вот было, что удивительно, что вот это... Здесь еще одна моногоножка. Очень красивая. И очень отпугивающего вида, конечно. Со всякими шипами в разные стороны. Блин, спереди, сзади. Но очень красивая. Побежала по своим делам. Кто-то тут еще водится, не знаю. Мушка сел траву, сказал, очень много мыши-полевок было. Ладно, все. Пойду делать фотографии. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok